В 1947 году в Москве, в крупнейшей библиотеке страны, легендарной Ленинке, был запущен 50-метровый вертикальный конвейер. Он занимался перевозкой книг с этажа на этаж. В путешествие под делом отправлялся специальный электрический поезд. Отребования, выписанные читателями в специальных капсулах, доставлялись по ленточному транспортеру. Технологии, прослужившие не одно десятилетие, современным москвичам могут показаться громоздкими и устаревшими. Как быстро их место заняли инновационные изобретения? И как далеко в будущее шагнула главная библиотека страны? Тенденция последнего времени – это то, что людям хочется прийти в библиотеку не только получить знания, но и получить впечатление и получить эмоции. Как вышло, что в одних московских библиотеках до любого издания можно добраться в два клика, а в других книги умеют говорить, но защищены специальными шифрами. В нашем фильме мы пройдемся по главным библиотекам Москвы, узнаем, в какой из них разрешается шуметь, где можно писать картины, а где сочинять музыку, где залы превращены в музеи, а где наоборот в уютные гостиные для учебы, работы и отдыха одновременно. В нашем музыкальном подвале мы сделали специальную музыкальную студию, в которой есть специально выделенный звукорежиссер, который записывает людей в зависимости от того, кто их нужно. Это либо вокальные партии, либо эмоциональные партии. Кто создает из московских библиотек места для интересных встреч и творчества? Как, придя за книжкой, попасть в бальный зал или на пресс-конференцию байкеров? Как получить издание с виртуальной полки или взглянуть на путевые заметки Чехова в оригинале? Наш фильм не о пыльных книжных полках, а о библиотеках, которые стали модными и популярными местами досуга, полноценными учебными центрами и точками притяжения творческих личностей. Мы должны были в виде прохожего подойти к старухе и привлечь ее внимание к простым, естественным вопросам. А вы что спросили? Как пройти в библиотеку? Взгляните на это устройство. Как думаете, что это? И для чего оно нужно в российской государственной библиотеке? Сдаетесь? Маленькие контейнеры не просто ездят по рельсам. Они ведут себя, как настоящие поезда, перестраиваются с ветки на ветку и доставляют на разные этажи библиотеки ценный груз – книги для посетителей в читальных залах. Называется это устройство «Телеллифт». Здесь же рядом с автоматическими вагончиками, управляемыми специальной программой, прячется библиотечный сторожил. Вертикальный многокабинный конвейер образца 80-х годов. Его системы давно выключены, сам он отправлен на заслуженный отдых. Хотя еще недавно обязанность доставки книг из основного хранилища была на нем. Работать приходилось много. По статистике, каждую минуту двери российской библиотеки открывают пять москвичей. Каждый день читательский билет получают более 300 человек. В читальных залах сидят по 3000 читателей и в 10 раз больше заходят в электронную библиотеку РГБ удаленно. В фондах библиотеки почти 50 миллионов единиц хранения. И каждый день добавляется еще 9 тысяч новых экземпляров. Справляться с потоком людей и литературы помогает уже современная техника, в том числе и эти терминалы. Они – большие электронные каталоги для поиска нужных книг. Терминалы, они упрощают именно процессы заполнения листочек читательского требования. Заполнять уже вручную ничего не нужно. Можно подойти к терминалу, найти нужное издание. Если записи в динамо электронный каталог, можно будет распечатать и сдать на прием требования. Прием требования всегда рядом с терминалами. То есть это буквально минуту две. Кроссвордиками занимаемся, да? Технологии дошли до того, что сегодня записаться в библиотеку можно и удаленно. Достаточно паспорта. Для виртуальных читателей на сайте и в мобильном приложении есть единый поисковик. Так называемая бесшовная поисковая технология. Сервис позволяет не только найти любое издание в любом из хранений, но и по возможности сделать электронный заказ. А в самой библиотеке действует особый Wi-Fi. Он открывает москвичам доступ к той части изданий, которые, к примеру, защищены авторским правом. Читать их тоже можно с компьютера, но не из дома, а в читальном зале. Как и в бывшей Ленинке, в российской библиотеке для слабовидящих читателей давно освоили новые технологии. Здесь в советские годы была записана на грамм-пластинку первая говорящая книжка. Родился не только новый книжный формат для слепых и слабовидящих. Родилась параллельно и целая система защиты этих записей от копирования и распространения, которая следит за соблюдением авторских прав. Если первые книги были записаны на грамм-пластинках, потом на больших катушечных кассетах, то в дальнейшем, в 70-е годы, когда «Прогресс» сделал шаг в сторону компакт-кассет, наша говорящая книга тоже стала выпускаться на компакт-кассетах. Я думаю, что многие еще помнят и знают, несмотря на новые технологии, как выглядели кассеты. Вот так выглядела наша говорящая книга, которая могла состоять из одной, двух, трех, шести кассет, а может быть и больше. Все зависит от объема текста. Благодаря специальному формату записи, такие кассеты, а позже и современные флеш-карты с говорящими книгами невозможно скопировать. Их нельзя даже прослушать на обычных плеерах или компьютерах. Записи сделаны в специальном формате, с определенной скоростью и на четырех дорожках. А вот так выглядят тифломагнитофоны и тифлоплееры, позволяющие слушать закодированные говорящие книги. Воспроизведение. Роман. Перевод с английского. Издательство «Прогресс. Москва. 1989 год». Читает Николай Козинь. Библиотеки, как потребители, у себя не только собирают, вот как бы комплектуют фондов флеш-карт, но теперь уже формируют и базу данных. База данных, в которой включаются аудиозаписи, книг с криптозащитой. Для маломобильных людей это очень удобно. Возможность виртуального доступа дистанционного, выбора такого же дистанционного и затем прослушивания. Причем выбор может вести человек как самостоятельно, потому что у этой базы данных есть, безусловно, поисковая система, в том числе и голосовая, когда можно просто назвать автора, название или диктора, в чьем исполнении вы хотите послушать книгу и получить, соответственно, отзывок, ответ, либо обратиться в библиотеку. С виртуальной полки читателя такие книги с помощью отдельных программ записываются на носитель и воспроизводятся все на тех же тифло-флеш-плеерах и тифло-магнитофонах. А вот эта коллекция патифонов, катушечных и кассетных магнитофонов уже не специализированная, а самая обычная, разве что раритетная. Гордость музыкального зала в Московской библиотеке для молодежи. Эта библиотека взяла курс не только на новейшие технологии, но и на клубные интересы своих читателей. За чуть больше ста лет было не так много устройств, которые позволяли людям воспроизводить музыку. И мы у себя в музыкальном подвале собрали практически все варианты оборудования, которые могут производить и виниловые, разумеется, пластинки, и бобинные, и кассетные магнитофоны, и патифоны, и редкие вещи, мини-диски. И мы стараемся сделать так, чтобы любой контент, любой музыкальный звуковой контент мог звучать. И вот мы для этого собрали у себя всю эту технику, и она, разумеется, работает. В распоряжении у читателей-молодежки самая большая в стране коллекция виниловых пластинок и музыка на других современных и раритетных носителях. Музыкальный подвал оборудован не только патифонами и магнитофонами. Здесь есть отдельная комната со звукоизоляцией для прослушивания музыки в компании. Есть репетиционная и звукозаписывающая студия, в которой работает профессиональный звукорежиссер. Перезапы города, инстаграмы, люди, вы послушайте. Нас загнали в сети, спасите. На расстоянии всего пары лестничных пролетов этажом выше музыкального подвала открыт кабинет художника. Еще одно пространство для творчества. На занятия собираются десятки москвичей. Курс по искусству охватывает почти все значительные периоды и самые яркие имена в мировой истории искусств. У нас три основные сферы. Это учеба, самообразование и творчество. Учеба – это можно сюда прийти, учиться. Получиться у меня, у художников, мастеров, которые сюда приходят. Самообразование можно получиться самостоятельно. Здесь есть книги, здесь есть геофильмы, здесь есть лайтбокс. Можно фотографировать свои какие-то поделки. Традиция уйдет, чтобы начать что-то создавать, творить. Не помещение по книговыдаче, а московский культурно-досуговый центр библиотечного типа. Формула, которую активно внедряет в жизнь и библиотека номер 10. Где еще вы увидите идущую мимо книжных стеллажей команду байкеров? «Ночные волки» в рамках проекта «Библиотека путешествий» здесь с фотоотчетом о поездке по России. А на специальной пресс-конференции каждый читатель может задать свои вопросы и почувствовать себя настоящим журналистом. Познавательных проектов в афише библиотеки ежемесячно появляется больше трех десятков. Мало кто мог представить, но на сегодняшний день в библиотеке можно даже пройти курсы обучения начальной оплатирования самолетами от действующих пилотов авиации. Библиотеки развиваются семимильными шагами в связи с тем, что у нас есть хорошие ресурсы в виде площадок, на которых мы всегда рады видеть абсолютно всех инициаторов любых проектов, которые можно согласовать и провести у нас. Взгляните на эти атрибуты. Кисти из стебля розы и хвоста кобылы, краски из натуральных пигментов с добавлением бычьей желчи, шилы и гребни для причесывания рисунка и, наконец, вода с добавлением специального загустителя вместо холста. Как думаете, что сейчас будет происходить в одном из залов российской библиотеки? Это только на первый взгляд кажется, что техника мраморирования бумаги и восточное искусство Эбру далека от тематики московской ленинки. На самом же деле ручная бумага, которую украшают во время занятий орнаментами, используется для переплетов и форзацев в книгах. Эти мастер-классы были придуманы в российской библиотеке как продолжение экскурсий по книжным фондам. Тенденция последнего времени – это то, что людям хочется прийти в библиотеку не только получить знания, но и получить впечатление, и получить эмоции. И вот как раз для наших нечитателей мы придумали экскурсии. Ну и вообще, на самом деле, экскурсии для Ленинки – это нечто необычное. То есть вы, даже будучи читателем, никогда бы в поле времена не попали в хранение, никогда бы не узнали, как хранятся книги. А как мы их храним, как мы их обеспыливаем, как они на конвейере попаляют в читальный зал. И даже то, что они из хранения в читальный зал проходят тысячу метров, вы тоже никогда бы не узнали. А я вот в научный зал Ленинской библиотеки пропуск доставлю. Во время экскурсии можно увидеть здание, с которого когда-то начиналась Румянцевская библиотека. Еще до того, как получила к названию фамилию вождя. Здесь, в окружении шикарных люстр, глядя в окна с видом на Кремль, сидели первые читатели библиотеки. В Доме Пашкова по сей день находится наша библиотека. Часто люди об этом забывают. В Доме Пашкова можно зайти по читательскому билету. Здесь три читальных зала – отдела рукописей, картографии и нотно-музыкального. Здесь вы можете не только читать книги, но и послушать пластинки, или поиграть на синтезаторе. Здесь очень комфортно работать, очень приятная атмосфера. Зал, в котором мы сейчас находимся, как видите, он еще больше не читает. А теперь посмотрите на экран. Перед вами старые книги из собрания Российской библиотеки. Сможете ли вы угадать, какая из них самая древняя? Евангелие, которое принадлежало Федору Достоевскому? Архангельское Евангелие? Или Евангелие Хитрово? Сдаетесь? Это Архангельское Евангелие – четвертая по древности славянская рукописная книга 1092 года. Книга, принадлежавшая Достоевскому, была отпечатана при его жизни, а Евангелие Хитрово – старше Архангельского всего на пару веков. Архангельское Евангелие, которое принадлежало Федору Достоевскому – Архангельское Евангелие или Евангелие Хитрово? Сдаетесь? Это Архангельское Евангелие – четвертая по древности славянская рукописная книга 1092 года. Книга, принадлежавшая Достоевскому, была отпечатана при его жизни, а Евангелие Хитрово – младше Архангельского всего на пару веков. Конец XIV века, он был в 1390-е годы, и специалисты признают, что миниатюры, которые здесь содержатся, они выполнены по древнему. В оформлении вы видите золото, потрясающей красоты, инициалы. Только здесь, в отделе рукописей, вам могут показать оригиналы сахалинских записок Антона Чехова, рисунки и заметки Николая Гоголя, или Евангелие, которое принадлежало Федору Достоевскому. В нем сосланный на каторгу писатель сделал полторы тысячи пометок. А чтобы найти и объяснить их, специалисты Российской государственной библиотеки разработали даже новое научное направление – оптико-электронную текстологию. Уникальные здания, которые невозможно выдавать на руки, но которые стоят того, чтобы их увидело как можно больше москвичей, сегодня выставляют в отдельном здании. Это двухуровневый выставочный зал Ленинки – Ивановский зал. Ивановский зал дает сейчас возможность показывать наиболее ценные вещи из фондов Российской библиотеки широкому зрителю, показывать их на музейном уровне, показывать их в виде действительно современных выставок, где используются все новейшие приемы, и раскрывать, собственно говоря, действительно настоящую ценность этих садов. Уникальный случай. Библиотечный музей, в котором трогать экспонаты не просто можно, а нужно – это зал тактильного восприятия произведений искусств при Российской библиотеке для слепых и слабовидящих в Москве. Каждый экспонат здесь не раз проверен на прочность. Коллекция задумывалась в 70-х годах прошлого века как собрание архитектурных макетов. И тогда были созданы первые макеты, вот этот макет Кремля в масштабе 1 к 500, макеты нескольких кремлевских башен, колокольни Ивана Великого, Успенского собора Московского Кремля. Ну, потом экспозиция стала расширяться, порядка 700 посетителей в год у нас бывает. Эти экспонаты посетители библиотеки читают как книги. Впрочем, и книг, которые принято читать руками в библиотеке для слепых, предостаточно. Отпечатанные шрифтом Брайля они составляют основу фонда. Из почти полутора миллионов единиц хранения – 40% книг с рельефно-точечным тактильным шрифтом. Как выглядит Брайляевская книга? Она немножко отличается по формату от обычной плоско-печатной. Большего формата есть. Иное размещение строк на странице и знаков в строке. Есть свои правила воспроизведения. Есть разные приемы передать объемы, что, скажем, Двойная, Мир, Льва, Толстого в нашем формате будет занимать два стилана, два стилана, ну и так далее. Понимаете, действительно намного вырастает актеры книги, где переводились в этот формат. Например, каждая буковка или каждый символ выражается шеститочкой. Когда вера доходит до цифр, там появляется два шеститочка, ну и так далее. Книга, плоскопечатная и написанная шрифтом Брайля, электронная и старинная рукописная, озвученная и превращенная в аудиокнигу, вне зависимости от формата, доказала свою живучесть. А москвичи попали в уникальное время, когда в московских библиотеках можно увидеть прошлое, настоящее и будущее книги, когда рядом с историей соседствуют новейшие технологии, когда сама библиотека превращается в центр притяжения творческих людей, превращается в пространство, где можно работать, учиться, вдохновляться и создавать что-то совершенно новое.